И вы сами просто начинаете живо в огню, которые присягнуты нашим правщинам, которые присягнуты все приводят к космосу, гордового и всех богов, которые пройдут осторожно. И символичным изображением дерева жизни, где бог пропускает свои корни, и грез, и сон для жизни, и земли, иначе натошкость. Кориня это обхорняет всем архове. Это изображение одному из древних духов, Духи, которые охраняли свою жизнь на дерево життя. Работы скульптора Зиновья Хабрика за эскизами Владимира Примагинца и Юрия Кажевинского. В середине три листочки для присутствия нашего присутствия в праве, явно и нами. Самое дерево життя, как и все в нашем просторе, складывается из трех частей. Это колени, потом сам сколб и крона, это переходить в правую. Композиция вибудована в виде арки, которая символизирует купол нашего оружия неба. И с верху, в самом верху, изображение ворота. Описано прекрасно в своем прекрасном творении сказку Святослава Хабрика. Святослава Хабрика для перспективы. Это знак, который давал козакам для того, чтобы узнать, где чья голова поляга в бою. Мочи у него голоди, как у огня, волосся святы. На целом у него палая небесный огонь, который переходит в одяг, в сакральный одяг, с рунами, знаками символичными, захистом, силой. В правице он держит меч, который уголен, который поднялся вверх и всегда готовит защищать или нищить вороги. Но меч мирный, он в гирляндах витаме, который может в любой момент снять, и меч вступает в силу. В левой руке горит огонь яви. Правая и левая рука очень твердо держит эти два предмета, которые предназначены для светла и для защища и для нападения. Мы еще, а не по значимости, а просто для композиции, изображена лада, або лень мама, або матерь святу, яка на чоли тримае знак плодовитости, как рослин, так и живых людей. Это та мать-то природа, яка в природе, в которой мы живем. Она одержана в белое платье, без всякой орнаментки, хотя там орнаментка закладена в семилосновой расписи, она скраблена, она не явная, она не передает любую национальность Белоруси, Украинцы, Россия, Сергея, Поляки, Болгарки. Чтобы не было этих спорей, я решил сделать ее в целом и про нее. Но циволика, ровная, закладенная там так, что они не читаются. И в культуре будут выражены, как вы видите. Колесо, которое вырастает артист по ревенам и с трудом, в какой-то циверном маркетинге, в результате, что она дает свою силу и скульную мастерскую платье. Мы, что вы видите, что выражены в этой чаши, в этой чаши, в этой чаши. То есть, как вы в целом и скулью вывозьте свою силу и скулью. Это любая и скулья. Богиня Леля или девушка Леля, которая держит веночек доли и свечку для того, чтобы творить и ладовать пространство с семьей дальше, найти собирающего любого и свою семью. Праворуч от колоска изображена лада мама, уже не космичная, а в яви женщина, которая родит детей, которая творит тут явный пространство и ладует вместе с батьком своей семьей. Еще ниже, посередине сидит девчонка за колоском. Это обряд весняного. Когда девчонки собирались, смотрели на гирцы в таком поле из квитов с соответственными знаками. И наколи нею создали танок, который шел по колу, по салону. Я их прикрасил любыми листочками, все равно было романтичнейше. Потому что вся наша релігия, это не просто релігия, она не релігия, это способ жизни. У наших пращих не было релігии. Мы жили за веруваниями, которые были связаны с природой, с их законами, как земными, так и безопасными. Я сказал один из арабских исследователей русского народа, что русские живут не по закону. У них нема писаных законов, у них есть кони. Кон – это не писаный закон, который основной метою является жить по совести и правде. Это когда уже записали эти законы, они загубили свою сакральную сутность. То есть пришли писаные законы. Это то, что поза законам. Нижние в просторе дерева, стовбора, результаты такие мини-сценки, и купарла, и коханья, и славы на боги, и свечки, и словоскрепы, и так далее. Возвращают левую и правую частину два изображения образов сварога, безземных образов. Сварог тримает новичным солнцем, даже Божим. Возвращают левый русский плуг, который прорал за пляж мельного ЗМИ, который тримает лещатами, как коваль. Осторожно называли Ковалем Всесвятую. И он прорал ЗМИЮ Валию. Есть такие легенды. Он запрятал ЗМИЮ, прорал ЗМИЮ Валию. Все это создается из дерева, которое растает. И в основе этого дерева складаны пожертвы, которые привели люди к этому образу сварога. Сварог изображений Перу и обсудили наши силы, МИЦІ. Правую цельность тримает стрелу свою, або блистоку. Хоронами у виглядя трясуття с огнями. За ним сонечко. Образ идет с бородой. Так было описано, что он был золотой уз и сребная борода. Вот как у него царя небесного. На грудях, как защит от солнца. Он был хоронцем нашего апостола, наших пращадей. Даже Геннадий Любов в своем гениальном творе сказку «Святослава Хоробри» описывает насыки отношений к нашим пращадей к богам. И для основы этого изображения дубой листки как символ перуна. Дуб. На дубе клявился воин, перуновисть и велосины. Там также пожертвы, разные трясвички, рюк и так далее. Фрукты, овощи. Все это с украинскими рушниками, або русскими. За деревом прослеживается пуля земли. Просер украинства. Лево-ручь и право-ручь. Все это выкладывают арку, обрамляют орнаменты. Это образцов. Скомарловки, которые посреди такого орнаментального растений из гулячого стилю, обрамляют арку. Все это выделено вручную. Тут при процветах 300 метров орнамент, выделили вручную. Багато полирую. Стеля у нас в виде великого солнца, дар Бога, а также сварки. Я как путаться, то нахопи. Земля кнутся влево, а все систь вправо. Взять и справа стороне сварка, и лево стороне сварка. Солнце выполнено мною и помещниками, и ветниками. Сорока пятих частин пеноплахи. Все в зорях. Просте десь 6 на 6 метрів. Весота дерева, сілки, опять-таки дерево життя, 5 на 5 метрів. В картину «Центр на юридорію життя» були закладені найдавніші уявлені з гельмаропського етносу території сучасної України, які поширилися разом з індоевропейською спільнотою. З часів існування святилища «Кам'яна могила» і до відомих нам релігійних уявлень Русі, України, форма вірувань змінювалась, але закладена суть первінної релігії природи залишалась. Така багаторічна і масштабна робота вимагала від нас впевненості не тільки в наукових знаннях, а й в духовних. І тільки поєднавши та перевіривши ці знання, можна було розпочати. Отже, вогняна стихія, з якою починається сама картина, являє собою перший елемент, образ вічного початку, вічного живого вогню, який є одним і тим самим елементом для всього в космічному просторі. Вогняна енергія, яка піднімається знизу через всю картину дерева життя, вказує на те, що цей перший елемент присутній всьому. Відома нам, збережена в наших днів термінологія в просторі індоевропейських віровань, яка може пояснувати цей першопочаток. Це Всевишній, Вішму, Вишній, Всебог, той ще. Центральну частину картина займає чоловічі, жіночі, начало. Тут відношення цих начал, як батька да матері, взаємодія, яких дає народження. Як зазначив Віктор, вони рівнозначні. Над ними символ сварги, тобто простору, як одного з елементів світобудови, в якому вони взаємодіються. Це складає трійцю, яка в свою чергу вийшла з першовогняної енергії. В 2000 році, коли створювали дерево, образ батька був віднесений до сварога. Але в 2003 році, коли в Україну з Німеччини я перевіз архіву Мірелюбова і Зонбека, Вітя допомагав в її систематизації до вивчині. Стало зрозуміло, що путь батька не був сталий і з розвідком вірувань перенісся на космогонічну запріднюючую силу Сонце. Тому навіть християнські літописи зафіксували в батьківському списку епоху сварога, після якої настала епоха Сонця-Дашбога. Дерево життя для центру відновірів усієї України, який ми створили, символізує першу основу, з якою пішов простір Сонце, Земля і все, що породжується ними. Це релігія природи і її закони одні для космічного простору.